Петр и Феврония Их решили канонизировать Давайте мы все вместе узнаем у руководителя центра именно эти вопросы Руководитель центра защиты семьи, материнства и детства «Берег» Священник Владимир Панарин Доброе утро Доброе утро Скажите, пожалуйста, самый первый вопрос Петр и Феврония Вообще это легенда или это действительные настоящие люди, которые жили и были в Муроме? Ну, житие их составлено в 16 веке Однако ученые же, историки, люди дотошные Они искали летописи, на основе которых были сделаны эти Было сделано это житие и нашли эту летопись 12 века, Владимирская летопись Действительно жил такой князь, действительно у него была жена Действительно они оба в конце жизни приняли постриг с другими именами И, значит, это имеет исторические основания Мне кажется, надо немножко про легенду рассказать и, конечно же, об этой паре В трех словах Ну, смотрите, возможно, житие было немножко приукрашено Но суть остается... Суть здесь в том, что он заболел и не мог излечиться И она, как человек верующий, как человек, возможно, знающий какие-то секреты травмной медицины Она смогла его вылечить, но, чтобы найти ее, значит, он обратился к Богу с молитвой И ему во сне было открыто, что вот эта женщина может тебя вылечить Скорее всего, вот как повествует в житие Он сказал, что вот если ты меня вылечишь, я даже на тебя женюсь То есть, возможно, она его не заставляла То есть, здесь мы не знаем, в летописи может быть что-то приукрашено, да, в житие Но потом, когда он уже вылечился, он вдруг понял, что он князь А она вот простая девушка И, ну, передумал После чего Господь его наказал за то, что он не сдержал слова Он одумался, значит, попросил прощения Снова был исцелен и уже женился И вот здесь важный момент Бояре были против И они сказали, нам вот такая простая не нужна у тебя в женах И он сказал, лучше я, значит, сохраню верность жене Вот здесь вот он уже показывает верность супруге Чем, значит, нарушил обет И он ушел с престола, с княжеского После чего начались нестроения, убийства, значит, борьба за власть После чего его с поклоном просили вернуться на княжеский престол И он вернулся То есть, для нас это, на самом деле, пример верности супругу Ну, это хотелось тоже спросить, задать вам вопрос Мощи, мы знаем, что находится в Муроме, в Свято-Троицком храме Что это дает? Мы знаем, что люди приходят, кланяются Причем, действительно, приезжают Знаете, здесь личный пример, здесь конкретная история из моей жизни Я, ну, во-первых, я женился, мы с супругой как раз организовывали первый в городе праздник Петра и Феврония Как раз в этот год назначили праздник А у администрации города, да, не было еще выделено на это средство Мы, вот, как православная молодежь, организовали этот праздник Так скажем, не думая, что мы поженимся Вот, и в процессе подготовки праздников Мы настолько, праздника конкретного Мы настолько с моей будущей супругой Сейчас у меня вот третий ребенок уже родился на днях Значит, спасибо большое Получается, мы почтили их праздник А Петр и Феврония почтили, получается, наши отношения Благословили Мы пока организовали праздник Сначала переругались, потом передружились И в итоге решили в конце пожениться А вот одна моя знакомая, значит, женщина Она поехала к мощам Петру и Февронии И она решила одну девушку, свою знакомую Которая никак не могла выйти замуж, выдать замуж И она у мощей молилась На следующий день она звонит, говорит Ну как, говорит, что-то произошло у тебя Есть же интересный результат молитвы Ну да Так говорит, ну, знаешь, да, что-то странное Мне вот трое молодых людей предложили выйти замуж Я знаю, куда я поеду в отпуск Ну, и ты согласилась Он говорит, да нет, я как-то не планировала замуж Я это нет, не хочу То есть, видите, тоже момент такой Что-то происходит Мы можем молиться, мы можем просить за другого человека Но вопрос, примет ли он этот подарок Хочет ли вообще этот человек То есть воля человека, она имеет значение Ну, вот смотрите, хорошо А если мы переносим все-таки на нашу повседневную жизнь Каким и может ли быть столь давний пример Примером для современной молодежи Вот смотрите, мы сейчас все в гаджетах Мы вообще-то, у нас какие-то герои-то сейчас, да, другие И вдруг мы возвращаемся к Петру и Февронии Которые с 12-го столетия в истории Нет ли более современных примеров? Или все-таки это вот тот самый канонический? Среди святых, да и просто в истории России, мира Очень много примеров людей Людей, но вот как бы мы не были увешаны гаджетами Все равно хочется простого семейного счастья Это факт Хочется верности Чтобы у меня была супруга, которая меня во всем поддерживает Чтобы я был у нее, которая ее во всем поддерживает Хочется, чтобы были детки И какие бы ни были движения, там, child free Или какие-то там свободные отношения Все равно в итоге человек, так скажем, на кувыркаш в жизни с проблемами Он успокаивается и думает Вот где же оно, вот эта вот стабильность, да Вот эта стабильность, это как раз семейное отношение Зарегистрированное отношение То есть брак И здесь по поводу венчания Надо смотреть, верующие ли люди Нужно ли им благословение от Бога Но вот в плане, значит, регистрации брака Конечно, здесь мы, священники, призываем к официальной регистрации Потому что это гарантия Все-таки это гарантия, это другое отношение Когда человек просто дал слово, это одно дело Когда он поставил подпись в каком-то документе Конечно, конечно А венчание? А венчание? Ну, венчание это благословение Богом брака и воспитания детей Надо это понимать То есть, а венчание, оно автоматически брак не защищает То есть, многое зависит от людей Как они будут относиться друг к другу Вот, не знаю, есть ли у нас время в эфире, но Буквально еще несколько секунд Ну, вот люди иногда думают Вот что выбрать, там, семейное счастье или, значит, монашескую жизнь Я считаю, что и то, и другое подвиг И то, и другое трудно И там, и там нужно послушание Ты, когда уйдешь в монастырь, уже не свободен Но делаешь то, что тебе говорит настоятель И в семье ты тоже делаешь то, что нужно второй половинке Нужно детям И это такой же подвиг И за это дают такие же мученические венцы Как и в монастыре за монашескую жизнь Очень полезная беседа Спасибо вам огромное Спасибо огромное И действительно, сегодня в студии мы говорили с руководителем Центра защиты семьи, материнства и детства Берег Священником Владимиром Панарин Итак, спасибо огромное Ну, а дальше Наша следующая рубрика Давайте посмотрим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!